Вот что это за птички, скажите мне. Целый день сегодня с самого утра летают и едят рябину. Прямо стаи налетают, садятся и плюют ягодки. Всю зиму рябина стояла нетронутая. Я вот так вот думаю, очевидно, потому что она была замерзшая. А вот сейчас она растаяла, у нас стоят такие дни теплые. Вчера, позавчера уже плюсовая температура. Сегодня вообще плюс 5 обещают. Такие красивые птички, не знаю как называется, с шахолками. Такие у них шахолочки. Вот она, вот. Видите, как уже древненка сидит? Ну, вот какая красивая. Ой, вот это да! Вот сколько вас! А может быть их не было здесь зимой, этих птичек. Может они только прилетели. Кушает прямо, клюет эту ягодку и всю ее в рот целиком отправляет. Видели? Ай, ух ты! Здесь тоже рябины много на этом дереве у меня рядом. Но здесь нету ни одной птички сейчас. Ух ты, вот она правда ведь оттаяла вся. Такая мягкая-мягкая стала. Ну-ка, давайте я попробую съем одну рябинку. Ой, какая вкусная, вкусная рябинка. Она чуть-чуть горьковатая, вот с такой горечью, но приятной. Некислая совершенно, чуть-чуть горьковатая. Теперь я понимаю, почему птички клюют эту рябинку. И вот, смотрите, даунтаун. Города у меня отсюда видно. Я сейчас вам приближу, покажу. Вот. Вот так вот. Канако Филлипс, огромное здание административное. Мэриот Отель, вот это вот слева. Даже написано, видно. А вот это вот капитан Кук, где Эля работает. Чтобы вот до даунтауна здесь от меня рукой подать. Что еще интересного? Центральная Лютеранская Церковь. Вот она. Домик. Библиотека уличная. Книжки. Можно пойти взять, почитать. И детская площадка вот здесь у них. Вот этот дом, насколько я понимаю, тоже под сдачу. Ну, а вот это дальше дома, уже, наверное, кондоминиумы. Ух ты, посмотрите. Вот это да. И вот птички опять прилетели, опять прилетели кушать рябинку. Вот сколько их. Вот сколько их. Ой, 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 целая толпа. На каждой веточке по птичке. Так они быстро у меня всю рябину здесь склюют. Первый день я их увидела. Первый день. До этого никто на эту рябину не покушался. А сегодня они летают, летают, летают с самого утра. Я на них смотрю. Я сегодня уборку делаю дома. Смотрю на них. Думаю, дай-ка я пойду их засниму. Вот так вот я здесь на кухне убиралась и смотрела, как они летают, летают около этого дерева. И вот все, я уже на кухне уборку закончила. Перемыла здесь все. Такой вот у меня здесь порядок. Также я уже даже помыла все полы здесь. Как обычно я делаю это жидкостью для мытья окон. Салфетки у меня здесь. Сюда я все в мешочек скидываю. Такой вот у меня пылесосик. Я его купила очень дешево за 20 чем-то долларов. Потому что там у меня в квартире есть хороший большой пылесос. И вот для, как временный вариант, купила вот этот вот пылесосик. Но он со своей работой прекрасно справляется. Просто замечательно. Здесь у меня, в принципе, особо прибирать нечего. Я сейчас смахну пыль там-сям. Пыли тоже немного. Потому что я не открываю сейчас балкон. Еще не до такой степени тепло. Хотя здесь, возможно, и будет пыльно. Потому что дорога рядом. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok И вот так легко и непринужденно моя комнатка готова. Вот периодически я, конечно, отодвигаю все коробки, отодвигаю матрас и пылесошу под всеми этими предметами. Но в этот раз я этого делать не стала. Потому что только недавно, совсем недавно, я пылесосила как раз везде, вот около стеночки. Все отодвигала. Потому что, помните, вот здесь у меня стоял компьютер Рикардов. А сейчас его нет. Потому что я его отдала. Приехали девчоночки, забрали его и отдали, отвезли своим каким-то знакомым, которым он понадобился. Этот компьютер. И я очень рада, что он будет служить свою службу дальше и, может быть, радовать кого-то. Вот, а здесь я завела вот такую вот лампочку, увлажнитель воздуха-ароматизатор. Рикардова сестра Элиса мне прислала. Я не знаю, как его назвать правильно. Ну, в общем, очень я его люблю. Дальше, когда я столик переставляла, тоже я вон в том углу все пылесосила и диван вот этот матрас свой отодвигала. Так что, так, вот эти две подушки мне, конечно, одевать совершенно некуда. Они у меня постоянно валяются. Я их из угла в угол перекладываю. Они мне совсем лишние получились. Ну, все. Остается мне вот этот маленький закуток. И то, тоже на складике вот этой вкладовочке я делала уборку совсем недавно. У меня здесь абсолютно чисто. Здесь у меня дел тоже совсем немного. Сейчас я все быстренько протру. Помою ванну, унитаз и полы. И дополисошу вот этот вот коридорчик. Ну, вот и все. Моя уборка завершена. Да, на глаз вы, конечно, этого ничего не видите, потому что как было, так и осталось. Вроде бы чисто. Но, на самом деле, я это ощущаю. Воздух стал свежее. Вообще обожаю вот это время после уборки. И вот так вот я снимаю эту штучку с пылесоса. Сейчас вам покажу, сколько там мусора. Почистила фильтр. И каждый раз после уборки я вот это все мою здесь под краном. Колбу эту саму и фильтр хорошо промываю. И у меня всегда пылесосик стоит чистый. Вот здесь я тоже еще разочек протру. После того, как почистила фильтр немножечко у меня нападало. И также протираю пылесос, щетку. И все у меня чистенько. Вообще, секрет чистоты любого дома, это, прежде всего, кладь все вещи сразу же на место. И тогда, даже если где-то чуть-чуть запылилось, то это будет незаметно, чем когда вещи валяются. И даже если чисто, вещи разбросаны, то ощущение бардака. Вот хочу вам показать, что случилось с моей любимой подошвой. Помните, я вязала тапочки и сапожки, и очень мне эта подошва понравилась. Я думала, что это теперь будет моя любимая. Вот еще одни тапочки, вообще новые только, я их связала. Но подошва это себя не оправдала. Это до первой стирки. Она уже вытиралась, вытиралась. Я видела это, и мне это не нравилось. А после стирки, вот оно, все пооблетело. Это не резина, это латекс, и он очень слабый. И для подошвы, вот так вот, чтобы ходить, он не подходит. Поэтому эти сапожки мне придется выбросить или что-то с подошвой сделать, я пока не знаю. И я Рикардовой сестре Элисе вязала сапожки на такой же подошве. Вот, надо мне будет написать ей или позвонить, сказать, чтобы она тоже выбросила их. В общем, свяжу Элисе новые и отправлю. Вот я купила войлочные подошвы. Войлочные тоже не вечные. Они тоже вытираются, протираются. Вот. На мне сейчас, например, вот тапочки на такой подошве. Вот, посмотрите. Какая она делается. Но я хочу сказать, что я вот эти тапочки ношу не снимая уже, может быть, три месяца. И, в принципе, для трех месяцев эта подошва более-менее нормальная. У меня очень много остатков разных ниточек. Вот. Вот это вот одного качества нитки. А вот это вот совсем другого. Вот это качество лучше гораздо. Из этих я вязала шали, шарфики. Вот. И вот эти тапочки. Кстати, вот из них же связаны. Из этих двух цветов. Сейчас, наверное, для разнообразия свяжу тапочки какие-нибудь, я не знаю. С такой. Какая красивая пряжа. Может быть, с черной. Или вот с такой вот, с коричневой. Такие получатся. Очень-очень красивые. Я уже вязала Наташе в подарок. Ваганалулу я отвозила. Вот, посмотрите, что у меня получается. Новые тапочки. Такого цвета. Черная. Черный с таким бежевым. Со светлым. Мне нравится пока, как это выходит. Подошву я обрезала. Она очень широкая, большая была. Я уже начала тапочки вязать на такой подошве, как есть. Но они получились у меня на два размера больше. Поэтому я не стала доделывать. И отрезала подошву. Вот вяжу заново. Не мудрствуя лукаво, я буду делать точно такую же модель. Мою любимую. Хотя уже мне пришла в голову мысль, что надо бы мне уже попробовать связать какую-то другую модель. Может быть, мастер-класс по ней сделать. Что-нибудь придумаю в следующий раз. Ну, а пока буду смотреть видео. Вот я сейчас смотрю Netflix. Breaking Bad сериал. Во все тяжкие по-русски он называется. Я его смотрела уже, конечно, наверное, 3 или 4 раза. Ну вот, пересматриваю, слушаю и заодно изучаю английский. В общем, совмещаю полезное с приятным. Продолжаю вязать тапочки, смотреть кино. И вот пришло время обеда. На обед у меня... Так, сейчас я это остановлю. На обед у меня вот такой вот рыбный супчик. Ой, такой вкусненький. С красной рыбкой. С рисом. Вот я такой очень люблю. Сейчас я подогрею. И я набрала вот такой капусты морской сушеной в листьях. Я очень люблю в прикусочку, в супу ее есть. Давайте заодно покажу, что в моем холодильнике. Вот творог. Я иногда на завтрак вместо овсяной каши ем творог. Так, яйца, шпинато еще купила. У меня здесь авокадо. Я их очень люблю. Вместо гарнира я и с рыбой авокадо ем. Капуста у меня там. Потом купила вот таких вот баклажанчиков. Маленьких. Такой вот перчик тоже маленький. Трех цветов. Желтый, оранжевый и красный. И с помидором. Морковь у меня тоже много я купила. Лук. И вот здесь у меня картошки. Картошку я ем очень мало и редко. Только если в суп. Поэтому у меня ее мало уходит. Еще я в этот суп добавляю ложку майонеза. Хотя знаю, что нельзя. И что майонез есть вредно. Но вот не могу удержаться. Периодически я покупаю не вот этот вот вредный майонез. А вегетарианский постный майонез. Ну вот сейчас у меня его не оказалось. Поэтому ем с обычным. Все. Приятного мне аппетита. Вот вы представляете, я балда. Оказывается, у меня есть этот майонез. Я про него забыла. Вот он. Just Mayo. Нон-ГМО. Специальный вот такой вот майонезик. Что в следующий раз я буду добавлять его. И вот что у меня тут еще. Это соевый соус. Гленовый сироп. Кетчуп. Масло. Чеснок тоже масло. Сыр. Коконатовое молочко. Яблочный уксус. И соевый соус. Итак, я только что закончила свои тапочки. Пришила цветочек. Вот посмотрите, какие они получились. Ой, ну какая прелесть, прелесть. Сейчас я их примерю. Вот. Ой, ну какие хорошенькие, мягкие, классные. Я поначалу сомневалась по поводу цвета. Думала, может быть черный сильно мрачный они будут. Но нет, абсолютно нет. Наоборот, они вон какие хорошенькие, классные. Цвета сочетаются идеально. Вот еще давайте так их покажу вам. Вот. Подошва с этой стороны. Я не вязала из шелковых ниток. Потому что сама подошва стирается быстрее, чем эти нитки. Смысла нет вязать вот на такой войлочной подошве шелковыми нитками. Если только найти хорошую нормальную подошву и пришить ее сюда поверху, то тогда да. А так, это такой вариант на три месяца, на полгода, не дольше. Времени почти три часа. Я сейчас пойду полдникать. И после этого хочу пойти прогуляться. Может быть в лес, а может быть схожу в даунтаун. Мне одинаково по времени, что туда, что туда идти, не знаю. Посмотрю еще. Я уже погуляла. И вот теперь делаю прогульзу овощей. Может быть его назвать. Баклажаны. Пять овощей называется блюдо. Осталось мне добавить чесночок. И зелень. И вот все я добавила. И такой у меня получился окончательный вариант. Выглядит и запах, конечно. Это мой лужин на сегодня. Сейчас оно еще потушится под крышкой. 5-10 минут. И все. Вот это свитер я постирала сегодня. Вот так здесь разложила его. После того, как помните, я вам рассказывала, у меня кашемировый свитер сел до детского размера. Теперь я стираю их только вручную. И вот так сушу на полотенце. Заканчиваю я свое сегодняшнее видео точно так же, как и начинала. С показа этого дерева. Но теперь на нем нет ни единой ягодки. Ни одной. Вы можете себе представить, что эти птицы сзади склевали все ягоды. Откуда они взяли, эти птицы? Откуда они налетели такой толпой? Я понятия не имею, что это за птицы такие. Ну вот, оба дерева остались голыми. Вот она какая красавица. Все, доедает, доедает. Вот обжоры. Это же надо такое, а? Все ягодки поели. На том дереве ничего не осталось, а на этом вот такие тоже жалкие уже остатки. Да, я такого, конечно, никогда не видела. Вот девчонки удивлялись, что у нас рябина стоит с ягодами всю зиму. Вот теперь я увидела, когда эти ягоды пропадают и куда они деваются. Ну все, вот на этом я с вами и прощаюсь сегодня. Всем счастливо, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok